А в качестве заключения хочу я вам показать прикольный набор отверток. Здесь капец как много насадок. Одного этого набора реально хватит на всю жизнь. Отвертки это очень полезная вещь в хозяйстве, однако я не вижу смысла накупать по 150 штук разного вида, когда можно купить один вот такой набор. Ну вы же со мной согласны, правда? Да что я гадаю, прямо сейчас спуститесь в комменты и напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне безумно интересно мнение каждого, так что welcome, не стесняйтесь. У любого фокуса есть разгадка. Естественно у фокуса с бутылкой она тоже есть. Кто не понял, фокус состоит в том, что ключ магическим образом проходит через горлышко бутылки, хотя по своим размерам сделать это не может. В общем этот крутецкий ключ можно складывать. Ну то есть складываются места, которые не проходят через горлышко. А сам ключ выглядит максимально обычно. Скорее всего вы даже не заметите подвоха. Я бы был в недоумении, если бы увидел такой фокус. Блин, всегда удивляюсь, насколько же простая разгадка у странных загадок. Ну ладно, давайте не будем тут особо задерживаться. Идем дальше. Любителям послушать музыку посвящается вот такая колонка. Да, это колонка. Не спорю, выглядит как что-то реально инопланетное. И нет, не просто выглядит, ведь перед вами космическая тарелка. Я уже видел что-то подобное на Алике. Насколько я помню, вот такие предметы левитируют за счет каких-то встроенных магнитов. Честно, не знаю, но я надеюсь, что понятно объяснил. Если вкратце к этой тарелке, вы можете подключиться через блютус и слушать музыку. Выглядит колонка просто бомбезно, а подсветка добавит эффектности в темноте. Судя по звуку, колонка достаточно мощная, поэтому рекомендую. А следующую нашу вещицу я рекомендую держать подальше от юных неокрепших умов и особо впечатлительных взрослых. Но если вы любите различные пошлые приколы так же, как и я, то давайте взглянем на эту флешку. А остальных я предупредил. Это маленькая, но очень шустрая собачка, под которой и скрывается наша флешка. Она не так проста на первый взгляд, как кажется. Стоит подключить ее к компьютеру или устройству, поддерживающему USB, она сразу же начнет делать свои похотливые и грязные дела с этим самым устройством. Хотя если с флешкой работать придется долго, то шум, который эта собака создает, может и утомить. Если вы уже не знаете, как объяснить детям, что не стоит нажимать на какую-то кнопку или сами нечаянно на нее нажимаете, то эта штука точно для вас. В общем, это такой простенький механизм, который защитит кнопку от нежелательных нажатий. Просто, но полезно. С работой разобраться несложно. Крутите по часовой стрелке, закрываете кнопку, против часовой открываете. Защита выполнена в красном цвете, а также добавлены надписи, чтобы было понятно, что находится за этой штукой. Я думаю, что такая закрывашка может пригодиться каждому. Не обязательно устанавливать ее в машине. Она пригодится везде, где есть кнопка, на которую не стоит просто так нажимать. Любите лего? Если да, то такой конструктор точно придется вам по душе. Приобретая такой конструктор, вы сможете собрать просто гигантскую машину из лего. Конечно, вы потратите огромное количество времени и сил, зато на вашей полке появится еще одна интересная поделка. Машинка выглядит реалистично, безумно классно, а ее размеры – это вообще разнос всего. Абсолютно. Безумно классно еще то, что конструктор не вывалили в кучу в один пакет, а расфасовали по коробочкам. Так намного удобнее собирать, если хоть какая-то уверенность в том, что ты не запутаешься в первые 10 минут. Что ж, идем дальше. Уверен, машинка понравилась не только мне, но и вам. Устали от того, что кот хочет играть, но вообще никак не реагирует на мячики? Решение есть. На Али можно найти вот такое чудо, которое ваш котик точно оценит. Чирбли – это интерактивная умная игрушка, которая самостоятельно развлечет вашего питомца. По-моему, это очень круто. Яркий мячик точно привлечет внимание котика своим внешним видом и действиями. Прикиньте, игрушка автоматически вращается. Уверен, животное заинтересуется этой вещичкой. Кстати, в комплекте идет кабель, чтобы вы могли подзарядить мячик. Что ж, вынужден признать, что мячик невероятно классный. Зажигалка в стиле покера – это годно. Она очень красивая, да еще и реально выполнена как колода. Зажигалка включается, когда владелец сдвигает верхнюю пластину. Прямо за тузом скрывается король, дама, валет и десятка. Кстати, в зажигалку еще встроен фонарик, который включается с помощью кнопки. Выглядит прикольно. Рекомендую. А это LED-чехол. И да, он светится. А еще меняет цвет в зависимости от времени суток. Вариации этих чехлов у продавца целый миллион. Серьезно. Там и с мстителями есть, и с оленями, и черепами, и кошечками. Я даже не смог выбрать что-то одно. У меня есть вот такой с летучей мышью. Ну ты понял, да? Это намек на Бэтмена. И крутым котом. На мой смартфон сел чехол отлично. Никаких проблем не было. Запаха постороннего тоже не заметил. Я более чем просто доволен. А это вообще сверх моего понимания. Ты только посмотри на эти необычные светодиодные часы. Выглядит очень круто. Здесь нет привычного циферблата, а только 29 светодиодных полос. А на корпус нанесены цифры, которые обозначают часы и минуты. И это слишком замудренные часы, серьезно. Поначалу я даже не понял, как они вообще показывают время. Да кого я обманываю, я до сих пор так и не разобрался. Мне нужно что-то попроще. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! Субтитры сделал DimaTorzok